Здравствуйте! К нам обращается Татьяна Медведева. Татьяна Медведева сообщает, что в прошлом году заказывала у нас ректификацию и соляр. Татьяна Медведева родилась 3 декабря 1976 года в Хабаровске в 15 часов и 45 минут. Вот какой вопрос нам сегодня задает Татьяна Медведева. В какой области мне поискать работу? В данный момент работаю инженером-экологом на предприятии уже 15 лет. Но в последние годы стало невыносимо. Объемы увеличились, работа очень нервная, хочется что-то более интересное. Прошло обучение массажу, а потом квантовому оздоровлению. Это работа с биополем. И вот сомневаюсь, рискнуть ли и уйти с основного места работы, чтобы заняться массажем, или не стоит. Подскажите благоприятный период. И как лучше работать на себя или устраиваться в массажный салон? Если на себя, то арендовать кабинет только на себя или с кем-то на пару. Или массаж, это вовсе не мое. Буду ждать вашу консультацию. Уважаемая Татьяна, ну полностью разделяю ваше понимание, что дальше оставаться, работать инженером-экологом совершенно невозможно. Я подтверждаю, что это реально так, потому что экология Херон, он у вас ретроградный. И двенадцатый дом, и еще тут самое главное, южный узел. То есть, конечно, ситуация очень тяжелая. Но основная проблема в том, что у вас управитель второго дома в двенадцатом. И при всей тяжести, выгорании и усталости от этой работы, эта работа материально стабильна. А история с массажем, она потенциально выглядит крайне привлекательно. У вас есть аспект профессионального массажиста. Это Солнце в соединении с Марсом и Марс на злой звезде Антарис. И главное, северный узел в шестом доме. То есть, получается, что как бы все складывается. Но по деньгам нужно понимать, что может быть первоначальный этап, пока вы будете вот осваивать новый вид деятельности, конечно, может быть не так хорошо, как вам показалось. По форме, конечно, в идеале вам нужно было бы работать в каком-то официальном учреждении. И если такое возможно, в массажном салоне. Это было бы лучше. Но если все-таки открывать кабинет собственный, то вот то, о чем вы спросили, это стоит делать на пару. Поэтому уже смотрите по ситуации. Ну, а теперь, когда это стоит делать? Вот как раз сейчас у вас прогрессивная луна идет по десятому дому, которая предвещает такие перемены в карьере. И в конце апреля, 26 апреля, у вас завершается обманный период жизни. Поэтому я советую все продумать и до 26 апреля не принимать кардинального решения. И начиная с 26 апреля, все-таки уходить с работы вот этой вот инженером-экологом. И, соответственно, как бы переходить на работу, которая связана с массажем. Это будет здорово. И я уверен, что вы в новой профессии состоитесь. Но вот ключевая дата, это 26 апреля. И, как мы уже сказали, либо, значит, массажный салон, если получится, либо кабинет на себя. Как бы то, ну, в общем, то, что мы с вами только что обсудили. К нам обращается Марина Цатурова. Мы продолжаем с ней обсуждать. Я уже отправил Марине информацию. Но Марина все-таки еще раз просит посмотреть дату операции. Марина родилась 28 января 1993 года в 9.30 в Москве. Уважаемая Марина, понятно, что любая операция не вызывает прилива радости и энтузиазма у человека. И психологически человек стремится всегда, ну, как бы, вон, дирекция какая прошла, Сатурна, Урана и Нептуна к Сатурну. Старается всегда отложить эту операцию. Ну, вот в 30 лет она как раз была, вот это вот решение. Уже, как бы, затянули двухчелюстной ортогнатической необходимой операциям. Но если ее не сделать, то лицо может, ну, совсем, вы же понимаете, вам наверняка сказали, да, что будет, если эту операцию не сделать. Значит, Марина пишет, что вы советовали сделать эту операцию осенью, но вот пока назначили дату в апреле, 18 апреля. Так, и получается, что, ну, 18 апреля это хорошо, осень тоже хорошо, но, Марина, я думаю, что вам надо, знаете, чем дольше вы откладываете операцию, тем сложнее ее потом будет сделать. И вот эта психологическая ловушка, что, а вдруг вот еще немножко времени пройдет, и, как говорится, как шутят, проблема сама собой рассосется. Не рассосется, а станет только тяжелее для технического исполнения хирургам. Поэтому 18 апреля, это как раз четверг, доктор оперирует вторник и четверг, мы все подобрали. Я, как бы, от имени звезд всегда даю максимально точные ответы. Но психологические уловки, это уже не по нашей части. Вы можете не делать операцию 18 апреля, вы можете вообще перенести ее на 1, 2, 3 года, это ваше решение, ваше здоровье, ваше право. Но я дружески вас предупредил, что вот эти ловушки, они приводят к тому, что потом все равно приходится делать, а врач разводит руками и говорит, мы же вас предупреждали, не затягивайте, не откладывайте, потому что проблема только в сказке улетучивается сама, а в реальной жизни, тем более операция ортогнатическая, двухчелюстная. Ну, как бы, давайте, чтобы потом не получилось, что вам же будут пенять на то, что вы сами виноваты в том, что затягивали эту операцию. Поэтому я остаюсь при своем мнении, что лучше всего это сделать 18 апреля, ну, а уже как решить, это, как говорится, ваше абсолютное право, на которое мы совершенно не посягаем и не претендуем. К нам обращается Виктория, на волчью луну активизировались все волки, конечно. Дорогая доктор Виктория, приветствую вас, Сергей Дмитриевич. Дата моего рождения не изменилась с последнего обращения к вам. Спасибо большое, Виктория, вы человек с чувством юмора, а это очень приятно, потому что люди с чувством юмора, они гораздо устойчивее и надежнее в этой жизни. Доктор Виктория родилась 2 февраля 1983 года в роддоме на Шаболовке. И, спасибо за столь точную информацию, в 14.35. Но мне думается, что на минуту или даже две позже, если рассчитывать по системе тайм-кодов, карма усилена по матери и по имени, все сошлось с расчетом по вебинарам, из которых не пропустила ни одного. Безусловно, уважаемая доктор Виктория, я, естественно, видел ваше участие, вы действительно великолепно прошли все вебинары, сделали задания, получили сертификаты, мне это очень приятно. Доктор Виктория просит нас составить ректификацию, дата ухода из жизни бабушек и дедушек. Папа и мама, слава Богу, у доктора живы. Дедушка в 2002 год, у него был цирроз печени. Получается, что вам было в тот момент 19 лет. Так, далее бабушка в 2004 году, 21 год, диабет. По маме Римма Васильевна, 2004 год, ну, то же самое. И дедушка Анатолий Андреевич, 2005 год. Честно сказать, доктор, вот, поскольку вы сами ощущаете, что время надо чуть-чуть передвинуть вперед, и, возможно, вот у нас прошел бы, тем более, южный узел в Козероге в знаке Сатурна, а диагноз цирроза связан с Сатурном. Вот это вот и событие 2002 года, когда вам было 19 лет, но я боюсь, там будет сдвиг не на одну-две минуты, а больше. По отцу есть младшая сводная сестра, но это не отражено. В натальной карте 6 лет вам было тогда. Так, и с Солнцем в восьмом доме, понятно. Да, мы с ней ВКонтакте, но раньше мало общались. Папа наш экземпляр особый, очень образованный, ученый. Ну, как бы да, как бы, как бы да. Так, что надо делать в день включения соляра, если Луна попадает в шестой дом? Ну, дорогая доктор Виктория, давайте все-таки смотрите по ректификации. Значит, если все же думать о Меркурии, то можно как бы провести, но тогда время рождения, ну, можно сказать, практически не изменится вовсе. по как раз вот рождению вашей сводной сестры, потому что по дедушкам и бабушкам, смотрите, мне не жалко, но в таком случае получается 20, вот где-то так, это было бы на 20 минут сдвиг, но это мы исключаем. Поэтому, уважаемая доктор Виктория, я думаю, что, ну, вот единственное, чем мы можем сейчас воспользоваться, это все-таки микродирекцией Меркурия к десценденту. Меркурий символический управитель братьев и сестер, тем более вы стали общаться, это все-таки, я считаю, неплохо. 2 марта 89-го года, то есть вам было 6 лет и 1 месяц. Это получается 6 минут, и, соответственно, что касается 1 месяца, то это 5 секунд. 6 и 5. Здесь практически так и стоит, и буквально вот я могу сделать вот так, и у меня получается, запишите, пожалуйста, ну, практически то время, которое вот и было, 14 часов 34 минуты 52 секунды. Пока так. Будущее может быть это изменит. Но пока, дедушки, бабушки, у вас спасибо, что вы дали исчерпывающую информацию, но ни один из них не прошел, не отражен в вашей натальной карте, это нормально. У кого-то это видно, у кого-то нет. Пока мы можем только такую сделать, ректификацию 14 часов 34 минуты 52 секунды. Ну, вы спрашиваете, поменялись ли звезды или не поменялись? Нет, конечно, звезды не поменялись. Ну, мы всего 8 секунд изменили, все звезды остались. Тут, конечно, Антарис требует, безусловно. Но опять-таки, это слабенькая ректификация, может быть, этого Антариса и нет. Пока доподлинно есть только ДНР, творческая звезда на Венере, Венера в 9 доме, увы, обладатель ученой степени, поэтому пока вот это точно. Что касается вот этих звезд, это, как вы понимаете, вопрос ректификации. Давайте составим доктору Виктории соляр на 2024 год. Почему-то доктор Виктория пишет о Луне в 6 доме, но я бы составил соляр на Москву. Нет, дорогая... А, на запад Германии неплохой. Я никуда не поеду. А, вы в Германии живете. Простите, пожалуйста. На Москву соляр был бы хуже. Почему хуже? Асцендент в 12-м, да. А, да-да, я на Стамоз. Вы правы. Так, ну, а если брать Германию... Так, а запад Германии... Сейчас, 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 сейчас. Извините, пожалуйста. Немножко, немножко тормозим. Так. Ну вот, к примеру, вот так поставим сейчас. И посмотрим. Так, 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 так. Так, значит, да, действительно, Луна в 6-м, вы правы. И вообще, какая-то картинка вся очень стрессовая. Честно сказать, вот этот уран очень опасен. Его надо перевести так. Так, сейчас далеко не уедешь. Все бастует и бурлит. От фермеров до железной дороги. Последствия затмения древнегерманского, да, 14-го октября налицо. Ну, это вы правы, но нам надо куда-то все-таки... Да тут действительно уже некуда. Тут надо уран выводить из 12-го, он там в опасном положении. Ну, может быть, хотя бы... Хотя бы так, если мы попробуем Дюссельдорф. Давайте посмотрим. Нет, нет. Не получается, не получается. Тогда... Тогда давайте хотя бы, я не знаю, Люксембург попробуем. Так. О! Я вот почему-то у меня глаз упал на Люксембург, и он нас не подводит. Хотя, конечно, Марс, но мы его вывели в 9-й дом. Но Люксембург это ближайшее к западу Германии, что я могу предложить. И я думаю, что сообщение с Люксембургом налажено. Вот. И у нас... Ой! Там 4 планеты в 12-м доме, Луна в 6-м. Дорогая доктор, честно сказать, я думаю, что объективно и Люксембург не вариант. А вот... Я понимаю, что вам не хотелось бы ехать, но вы сами уже профессиональный астролог, и сами знаете, как это важно, чтобы был хороший соляр. И я сейчас просто это, как говорится, мое профессиональное кастоди. Я обязан вам предложить хороший соляр. Просто обязан. Воспользуетесь вы им или нет, это другое. Но я думаю, что вот знаменитый университетский город Турку. Ай-яй-яй. Чуть-чуть, несколько минут. Ай-яй-яй. Не хватает, да. Ну, как обидно. Юпитеру, чтобы пересечь, и Луне, да, надо брать еще левее. Бьорлиненбург. Так. Финской Гавл. Но Упсала нет. Упсала нам не подойдет. Так. Ну, неужели вот нам придется Бьор... 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 Бьорнебург. Вот так. Бьорнебург. Финляндия. Так. Сейчас. Сейчас. Все. Компьютер уже пошел в разнос. В разнос пошел, и мне надо все ввести заново. Доктор, то, что у меня вот так вот все это нервно в компьютере, это признак того, что вам все-таки надо ехать. Хоть и не хочется, я понимаю, но, 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 бьем. Вот он. Да. Но надо. Надо, 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 ехать. Надо, надо, надо. Бот. Ну-ка, ну-ка, интересно, Юпитер. Ура! Вошел, а Луна не вошла. Ах, ты ж... Ты посмотри. Это я Луну выгоняю. Вот шикарный соляр, но надо еще брать чуть-чуть левее. Ваасса. Это мы продолжаем терзать Финляндию, но, но соляр сопротивляется. Луна не хочет выходить из шестого дома. Понимаете, если остаться в Германии, то, ну, как-то меня, меня смущают многие вещи. Финляндию мы прошли вдоль и поперек, и поэтому мы отправляемся с вами в Швецию, в город Галу. Ну, вот тут уже, ну, конечно, да. А тут анастомоз. Ммм, доктор, тяжко. Тяжко, тяжко, тяжко. Уже времени почти не осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень-очень. Вы мне написали 25 января, ай-яй-яй, Сундсваль, Швеция. Так, Сундсваль. Нет. Ты посмотри, ты. Как, как это вот, конечно, не хотелось бы туда углубляться в эти вот, ну, тогда, если уж я возьму Норвежский Берген, это, конечно, сто процентов все будет хорошо. Да, на Берген шикарный соляр, просто шикарный. Но, добраться до Бергена можно. Это, это не составляет проблемы, но, но если ближе все-таки стараться искать, то это Сундсваль мы взяли, но вот есть еще Эстерсунд, ну, это в самой глубине Швеции, так, Эстерсунд, нет, нет, Берген, Берген, может быть, все-таки еще время есть, еще, хотя уже, уже почти нет, все, ну, конечно, это 2 февраля уже вот через несколько дней, и, разумеется, ну, с другой стороны, это Европа, там все можно решить одномоментно, а вдруг вам удастся полететь в Берген, ваш Соляр включается 2 февраля по уместному времени Бергена в 11 часов и 23 минуты днем, и вам, если вам все-таки удастся прилететь в Берген, вам надо гулять по самому центру Бергена, вдыхать вот этот норвежский уникальный колорит, и тогда вы избавите себя, дорогая доктор Виктория, от всех возможных неприятностей этого года, постарайтесь, если получится, отправиться в город Берген, я вам этого искренне желаю, к нам обращается Наталья Саликова, добрый день, Сергей Дмитриевич, пишет Наталья, добрый день, Наталья, обращаюсь к вам с просьбой о ректификации, со слов мамы, так, Наталья Саликова родилась 19 мая 1967 года, с 7 до 9 утра в Казахстане, город Алма-Ата, более значимые даты, так, отец умер в 2008 году, получается, вам был 41 год, когда не стало вашего папы, наверное, нам надо уже поместить, соответственно, солнышко в 12 дом, не хочет помещаться, о, поместилось, 41 год, что мы можем использовать для этого, так, трое детей, нет, наверное, это я махнул лишку, нам надо асцендент, вот так, вот-вот, сейчас уже картинка, картинка вырисовывается, махнулся, так, 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 пока смерть папы, честно говорю, не отражена, дедушки, бабушки, но это точно здесь не проходит, так, а все-таки папа, 2008 год, если, как бы, нам продвинуться, вот так, вперед, у меня тогда, я так решил, что солнце в 12-м доме должно быть, но это тоже не, совсем, не факт, нам надо выгнать, тогда Марс лучше я выгоню из 5-го, учитывая трое детей, иначе там еще южный узел, там бы, вообще был бы коллапс, ну вот, наверное, как-то так, и Венеру на асцендент, но все равно папу, если проводить, то и цепь Плутону, но тут рядом Луна, как-то, конечно, так спорненько, замуж вышла в 90-м году, получается, вам было 23 года, когда вы вышли замуж, ну, это Луна, к Марсу, это понятно, замужество, да, это понятно, и дальше пошли детки, переехали из Норильска и развелась в итоге, да, жалко, уран ретроградный, жалко, что развелась, но вот, допустим, по папе, вернемся к варианту с папой, получается 24 июня, ну, похоже на то, 41 год, 1 месяц и 5 дней, 4, 6, 35, такая, дирекционная дуга, 4, 6, 35, давайте проверим, и у нас получается, тогда, если по папе, то будет следующее время рождения, запишите, пожалуйста, это очень важные данные, их нельзя ни в коем случае потерять, у меня получилось время вашего рождения, все, как я и хотел, Венера осталась на асценденте, и Марс не вошел в пятый дом, 8 часов, 8 минут и 35 секунд, 8, 08, 35, я вас ректифицировал методом мини-дирекции и цеплутону по дате смерти вашего папы, возможно, у папы были проблемы с печенью перед смертью, похоже на то, таким образом, уважаемая Наталья, теперь мы знаем точное время вашего рождения, и на асцендент встала такая образовательная звезда Альхина, а вы поступили в 86-м году, прямо вам 19 лет было тогда, поступили в ВУЗ, поэтому поздравляю вас с ректификацией, 8, напоминаю, 08, 35, такое ваше время рождения, к нам обращается Эр-Ольга, Эр-Ольга просит нас сделать ректификацию для Ларисы, да, это я уже отвечал, так, это уже, ответ давно вышел, друзья, по-прежнему мне вопросы шлют, а смотреть не хотят, не желают, еще раз напоминаю, в оплату за мою консультацию персональное оповещение о том, что ответ опубликован на канале не входит, все в открытом доступе, каждый день выходят видео ответы, в описании к видео указаны перечислены фамилии, поэтому, пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь, но писать и звонить, что будьте любезны, посмотрите ваш ответ, мы не будем, это не входит в наши функции, совершенно и абсолютно, я теряю время сейчас, вместо того, чтобы отвечать людям, которые только вот еще не получили ответа, я теряю время на то, чтобы снова быть в диалоге с теми, чей ответ давным-давно опубликован, при этом вот мне пишут, я читаю в письмах, мое письмо затерялось, вы о нас забыли, ну давайте, пожалуйста, здесь детского сада не устраивать, все взрослые люди, поэтому ребенками притворяться не надо, надо как-то по-взрослому подходить, а взрослый человек, когда чем-то обеспокоен, он занимается поиском, я же не могу в четыре раза повысить стоимость консультации, включив персональное оповещение, но если люди будут добиваться этого, я так и сделаю, тогда это будет стоить намного дороже, к нам обращается Ирина Татаринцева, Ирина Татаринцева пишет, здравствуйте, Сергей Дмитриевич, благодарю вас за вашу работу и помощь людям, прошу рассчитать мой соляр, Ирина. Ирина родилась 7 марта 1979 года в 20 часов 14 минут и 18 секунд в городе Воронеже. И Ирина просит соляр, охватив всю территорию России и Белоруссии. Нет, это здорово, конечно, но Ирина, безусловно, мне бы облегчило мою трудовую деятельность, понимание все-таки в каком именно месте России и Белоруссии вы обитаете, но раз уж такая пошла песня, давайте посмотрим Минск. На Минск бывают хорошие соляры, поэтому мне интересно, а вдруг сразу как-то нам повезет. Асцендент в 11-м неплохо, совсем неплохо, но терминалит нет, нет, Минск утвердить не могу. Тогда летим срочно в Воронеж на родину. Вам исполнится, нет, Воронеж тоже нет, вам исполнится 45 лет, уважаемая Ирина, и в течение ближайшего дня рождения вам рекомендуется делать акцент максимальный на красном, ой, красном говорю, уже заговариваюсь, на черном цвете, в одежде, аксессуарах и украшениях. Так, вот я построил соляр на Санкт-Петербург, немножко превышен показатель, ну, на одну планету, но не страшно, стрессовости, но зато у нас солнышко красивое, у нас МЦ, Асцендент, все так в порядке, шикарная луна, романтичная, но терминале 3,9, ну, что ты будешь делать-то, так, ну, а если мы возьмем Псков, еще, уж, прямо-таки вот у меня это вот, так, ну, что у нас, судьба в Смоленск, что ли, толкает, так, интересно, да, но Сатурн приближается, в принципе, в принципе, неплохой соляр, но, как бы сказать, что прямо он, прямо соляр мечты не скажешь, сейчас я еще попробую кое-какие варианты для Ирины, и у нас все получится, нет, тоже нет, что такое-то, так, а если нам взять вот это вместо силы, так, Валаам, да, выгнался Сатурн из шестого, как бы все, все стало лучше, и, ну, стрессовость так и осталась с превышением на одну планету, но, по крайней мере, все остальное хорошо, гармонично, сильный соляр. Итак, уважаемая Ирина, я рекомендую вам, это мы составляем соляр для Ирины Татаринцевой, составляем вам соляр на Валаам, и это будет шестого марта, обратите, пожалуйста, внимание, ваш соляр включается шестого марта, на один день раньше, ну, это из-за високосности года, календарного дня рождения, запланируйте поездку в республику Карелия на очень сильное место, это Валаам, место огромной силы, туда съезжаются эзотерики со всего мира, чтобы подышать этим уникальным Валаамским воздухом набраться северной мощи, соляр включается 18 часов 15 минут, и вам рекомендуется, чтобы вот как раз мы Сатурн и Солнце выключим, бродить там, где крепость, 6 марта, 18-15 Валаам, и 6, и 7 марта, Ирине рекомендуется в одежде, аксессуарах и украшениях сделать акцент на черный цвет. Так, к нам обращается Маргарита Разумная, которая просит составить соляр, он у нее 7 февраля. Дорогая Маргарита, конечно, неплохо было бы, наверное, это сделать чуть пораньше, потому что до 7 февраля осталось, остались считанные дни, и как бы, друзья, напоминаю, что соляр, место рождения Челябинск, живу в Челябинске, что соляр это такая штука, которую надо заказывать за полгода и планировать до дня рождения, а не за 5 дней, потому что, ну а что можно успеть, когда остались буквально, как говорят, считанные дни, что можно успеть, куда уже, никуда уже, ничего не успеешь, спланировать и уехать. Асцендент в пятом доме, ну а на Стамбулс, конечно, нельзя Челябинск, нельзя, но если соляр будет редничать, поеду, Челябинская и Свердловская область мне в помощь, хочу увеличение дохода и здоровья. Простите, что опять поздно отправляю свои данные. Ну, дорогая Маргарита, вы сами все понимаете, я думаю, что нам надо сделать буквально один шаг влево, и этого окажется достаточно. Давайте этот шаг сделаем. Так, все, анастомоз мы разобрали, новых не налепили, Сатурн в шестой не запустили, показатель стрессовости в норме, но проблема в том, что Урал богат минералами, но крайне беден городами, и нам надо понять, есть ли там какой-то населенный пункт, чтобы Нижний Тагил, но это уже, ну, вы и сказали, что Свердловская область, хотя нет, тут вот смотрите-ка, есть, 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 зряя, есть Кыштым, есть Миас, причем, мне кажется, расстояние до Кыштыма и Миаса от Челябинска почти одинаковы, но давайте последовательно, давайте попробуем Кыштым, Челябинская область, так, а если нет, то воспользуемся услугами Миаса, да, Кыштым, прекрасно, прекрасно, и не надо нам ничего менять, а вот ради интереса, если я бы взял Миас, то чтобы было, ну, а вы знаете, то же самое, то есть, Кыштым и Миас дают абсолютно идентичные соляры, поэтому, дорогая Маргарита, отправляйтесь, как вам удобно, либо в Кыштым, либо в Миас, оба населенных пункта относятся к Челябинской области, ваш соляр включается 7 февраля в 22 часа, в 10 вечера, по местному времени, солнышко в пятом доме соляра, поэтому ресторан, клуб, торжественный ужин, 7 февраля в 10 вечера в Миасе или в Кыштыме отужинать, отдохнуть, ну и встречать прекрасный Новый год, где согласно этому соляру все будет хорошо, ну а если остаться в самом Челябинске, то Анастомоз создал бы очень трудные обстоятельства на стыке пятого и десятого дома, но я надеюсь, что мы с вами этого, дорогая Маргарита, не допустим. Продолжение следует...